Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна. И сегодня мы говорим на такую тему, как шиповник. В чем его преимущества, какие способы приготовления и применения. Шиповник, как известно, достаточно полезная ягода, поскольку содержит большое количество витаминов, минералов и других биохимических компонентов. Все полезные компоненты, содержащиеся в плодах шиповника, позволяют увеличивать неспецифическую сопротивляемость организма вредным воздействиям, способствуют восстановлению тканей, улучшают углеводный и минеральный обмен. Помимо этого, было доказано недавними исследованиями, что регулярное применение шиповника способствует снижению количества жира, который откладывается в области живота. Все это связано с антиоксидантными веществами, которые входят в состав шиповника, и благодаря их воздействию на жировые клетки, они способствуют их расщеплению и выведению. Поскольку шиповник богат витамином С, а этот витамин термически неустойчив, он, к сожалению, разрушается при кипячении, поэтому любые настои, отвары, чаи необходимо готовить с использованием кипяченой, но не кипящей воды, то есть вода на уровне 65-70 градусов. Если у вас отсутствует термометр, то можно поступить следующим образом. Закипятить воду, оставить ее буквально на 10 минут, таким образом ее температура снизится. И если у вас все-таки возникают сомнения, до должной ли температуры она снизилась, можно поступить следующим образом. Взять обычную столовую ложку, поместить ее на минуту в воду и затем эту столовую ложку приложить к своей руке. Если тепло этой ложки будет терпимо для вашей кожи, то можете быть уверены, что температура воды около 70 градусов. Также, если у вас есть возможность использовать керамическую посуду, например, керамические заварники, а не металлические термосы, то это тоже будет преимуществом сохранения витамина С в тех чаях, отварах и настоях, которые вы будете готовить из плодов шиповника. Для того, чтобы приготовить настой из плодов шиповника, необходимо взять стандартный заварник порядка 400 миллилитров объемом, одну столовую ложку плодов шиповника, поместить, залить до верха водой, как я уже говорила, ориентировочно 65-70 градусов и настаивать в течение двух часов. После того, как вы процедите этот настой, он будет готов к употреблению. Также из плодов шиповника можно готовить отвар. Для этого необходимо 200-300 грамм плодов поместить в эмалированную емкость, залить одним литром воды и томить на огне, не доводя до кипения. Затем это все также настаивать ориентировочно 2-3 часа, и отвар будет готов к употреблению. Вы можете задать вопрос, а сколько можно употреблять шиповника взрослому человеку? Ввиду богатого биохимического состава, который полезно и активно действует на наш организм, суточная доза потребления плодов шиповника в виде отваров, настоев и чаев должна не превышать 1-2 чашки в день. Для лучшего заваривания можно предварительно замачивать ягоды в холодной воде, затем их разминать в ступке с пестиком, не используя различные металлические ножи или металлические ножи кофемолки и блендера, поскольку это все будет способствовать окислению витамина С. Надеюсь, с помощью этого короткого видео вы будете готовить настой и отвар шиповника вместе с каналом Процветок. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, всего вам доброго, повышайте иммунитет, особенно в зимнее время. Субтитры создавал DimaTorzok